ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, всем привет! И сегодня у нас очередной такой табак, который на данный момент у всех на слуху просто. И я просто не мог упустить такой возможности и не вмешаться в это, и не рассказать вам про этот табак. Это у нас табак Вега, родом из Иордании. И, соответственно, сейчас я тоже курю этот табак. Вкус красные ягоды, то есть red fruits, красные фрукты, не ягоды, красные фрукты. Так вот, собственно, давайте разбирать этот табак, что к чему. Как я и говорил, он уже из Иордании. Он абсолютно новый, потому что раньше он не был замечен, а если он и был до этого момента, да, года два назад, то ребята, значит, что-то не так делали. Ха-ха-ха-ха. Ладно, поехали. Что из себя представляет этот табак? Давайте, наверное, разберем с внешнего вида и посмотрим вообще, как это все у нас здесь сделано. Это вот такая вот классическая коробочка, обычная картонная, но внутри нее очень интересные экземпляры. А внутри нее у нас очень симпатичная, красивая баночка, после которой, когда вы все это скурите, очень пригодится в хозяйстве, такая прозрачная, в ней все видно, можно, кстати, в нее складывать разные крупы, рис и так далее. Давайте вот сюда уберем. Герметичная баночка. Внутри баночки у нас есть пакет. Внутри этого пакета еще один пакет, а уже в этом пакете только и есть табак. Хочу сразу сказать о том, что пакет герметичный, но с него люто слазит краска. То есть, соответственно, хуево нанесли, как сказать вам, краску на этот пакет. Так что, ребята, будьте осторожнее. Я не знаю, смогу ли я это все смыть с рук или не смогу. Ладно, не суть. Так вот, по крепкости этот табак очень легкий, но при этом чуть-чуть есть, чуть-чуть накуривания. Прям совсем чуть-чуть. Как бы такой сытненький табачок. Я лично такие табаки называю сытными. Вроде бы они легкие, но когда ты куришь, ты не куришь какой-то воздух. Ты куришь именно от табака, которым чуть-чуть насыщаешься и, соответственно, уходишь с кальяной. Либо после покура ты понимаешь, что ты покурил, а не когда ты куришь и нихуя не чувствуешь. Прям какой-то бабий кайф. По ароматике он довольно-таки очень крутой, насыщенный и более такой, знаете, натурально-вкусовой. Я бы назвал бы все это фруктовая патока, минимум химии и хороший табачный лист. А поскольку я знаю, здесь используется Вирджиния класса А, то есть Грейт А, это самая такая высшая раса среди всей Вирджинии, да? Ну и, собственно, по табаку это, собственно, все видно. Из минусов скажу одну вещь. Когда вы его чуть-чуть перегрели, начинается неприятная сладость, маслянистость во рту, то есть в гортане, да? Это связано с тем, что, скорее всего, используется вот эта медовая патока, как бы, ну, вы поняли. Так вот, что касается вкусовой линейки, их 34 вкуса, у меня же всего лишь 7. Но 7 самых топовых. Я уже здесь курил Melon Honey Dew. Я думаю, вы уже в курсе, что это за вкус. Потом вот Red Fruits я сейчас курю. Потом кремовый апельсин, тоже знаете, что это такое. Астана. Вот сейчас про Астану немного расскажу. Цитрусминт и, конечно же, ананас. Так вот, что касается ананаса, да, это тот самый ананас, тот, который был в табаке Арджелине когда-то 2-3 года назад. Такой же насыщенный, который охота прям реально съесть. Что касается Vega AK Арджелине, тут я ничего не могу сказать, потому что я смотрел пару обзорчиков и там как бы все прям говорили, что это нихуя не Арджелине, это вообще отдельный продукт. Ну, пускай будет отдельный продукт. Но он очень схож с Арджелине абсолютно во всем просто. И это неплохо, потому что Арджелине был довольно-таки хороший табак в своем сегменте крепости, да. Поэтому здесь даже вкусы то же самое, что и у Арджелине. По ароматике, по составу табачного листа, по ароматизаторам, по крепкости, даже вкусы у них одинаковые. То есть, все, что сейчас предоставлено, кроме манго-фрост, дублируется просто прям колоссально. То есть, да, это кремовый апельсин, цитрус-минт, панепл, да, как бы Астана. Астана, я замечу, почему именно говорил про Астану, потому что только у одного табака, наверное, во всем мире был вкус названием Астана. Поэтому, сделано ли это табаком компанией Арджелине или нет, я думаю, уже решать вам, но табачок довольно-таки хороший. Что касается именно самого табачного листа, то он достаточно-таки хороший, чистый, без крупных листов, такого золотистого-желтого цвета. Ну, как бы качество есть качество. По цене он не такой уж и дорогой, полкилограмма, вроде 1350, а ка 1400, где-то так. А я точно не смотрел, но где-то слышал. Так вот, что про него еще такого интересного рассказать, я, в принципе, не знаю. Я бы сейчас поступил бы очень нагло бы, да, и просто сказал бы, ребят, посмотрите мой обзор на табак Арджелине и просто поменяйте название на Вега. Суть заключается все равно одна. Табак достаточно хороший, и, возможно, в каком-то времени он очень быстренько-быстренько наверстает свои позиции и укоренится именно в нише кальянных, и где люди будут приходить и говорят, забейте нам Вегу ананас. Кстати, ананас очень пиздатый. Ну, и, в принципе, все остальное также как бы очень круто. Я не знаю, какие еще у них есть остальные 34 вкуса, но я уже догадываюсь. Это Гранат, это Блубери, Блубери Минт, Блю Ледженд, скорее всего, наверное, все-таки есть или нету, я не знаю. Плохого про него прям вот буквально сказать реально вот нечего, да. У меня вообще эффект Матрицы, то есть, да, я забыл, как это слово называется, когда ты вроде бы это, когда ты куришь это и понимаешь, что ты это уже курил, но я знаю почему. И опять же у нас всплывает этот Арджелине, да. Такой двоякий эффект. Я уверен, просто, если взять Вегу и взять Арджелине и забить две разные чашки и посадить троих специалистов по кальянам, да, так назовем этих людей, которые очень долго работают в этой сфере, уже много чё перекурили и могут отличать какой табак они курят, то вряд ли они отличат где что забито. Это уже стопудово. Сразу предупрежу, что я не общался с производителем либо с официальными дистрибьюторами этого табака, я не знаю, кто это и что это за люди, табак мне предоставила компания hookopremium.com, которые являются моими партнерами и самыми такими прикольными крупными оптовыми поставщиками среди кальянных. Ну, собственно, вот так, вот что еще про него сказать, такого прям вау-вау интересного, я думаю, проще просто покурить его, потому что сейчас у него самый такой пик, когда он начинает распространяться и, соответственно, он есть у всех. Поэтому, если ты уже курил его, то отпиши в комментариях, что ты вообще думаешь об этом табаке и давайте заведем маленькую дискуссию тоже в комментариях по производству этого табака. Кто-то говорит, что это не Арджелине, а кто-то говорит, что это Арджелине. Уточнять я не буду, поэтому я даю волю вам и я уверен, сейчас здесь в комментариях появится целая куча непонятных комментариев довольно-таки плохого характера от людей, которые на меня не подписаны и вообще никак не связаны с культурой. Просто запомните мои слова. Так вот, табаку Вега я, наверное, поставлю довольно-таки хорошую оценку по его сегменту крепости и всему остальному. В принципе, что у него? Коробка у него есть. Плюс прикольная тара прозрачненькая синенькая у него есть. Яркое название в плане больших букв у него тоже есть. Пакет герметичный, там-там два пакета. Фасовка есть у них 500 грамм, есть килограмм. Очень круто, молодцы. Поэтому, думаю, за это и можно поставить хорошую оценку. Ну, плюс он курится достаточно дымно, приятно, мягко для такого табака. И я думаю, девочкам зайдет. Вот это вот реально бабий кайф, а не то, что там рекламируют. Поэтому вот так вот где приобрести hookahpremium.com Вот так вот как бы побольше если брать. Поэтому это Dava Dym, это Tabac Vega, это Kalyan McLeod. До свидания. Пиши комментарии. Малышка, ты куришь? Уже нет. Иди попробуй, я ягодки забил. Ягода-малина. Эльман, этот табак по мягкости тебе очень нравится. Ягода-малина. А я же не выключила. Эээ, мука. Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...